В номере 4 13 февраля в статье «Вулан-Удэ прошлая голодовка самовольщиков» Байкальская правда пишет о конфликте жителей ДНТ Талон, которых обманули риэлторы с предпринимателем и властями. Участок, где живут люди, был отдан предпринимателю, а суд решил сносить дома. Александр Михайлов о настоящей кампании по разгрому коррупционеров в стране, в рамках которой в Забайкальском крае 10 февраля были задержаны министр сельского хозяйства Михаил Кузьминов и его заместитель Ирина Малакшинова. Оба, кстати, выходцы из Бурятии. Информполе за 14 февраля. Эльвира Хазагаева. На свете есть место каждому. Как живут мать Лилипут, отец инвалид и тяжелобольная дочь. Герою добрых дел в Улан-Удэ прошла 8 церемония премии информполиса «Человек года». Татьяна Иванова. Великий собачий обман хаташом. В Бурятии процветает многомиллионный бизнес на дворняках. Антон Иршутов. Нечейный мост. Заброшенный мост через Витим на границе Бурятии. Из Байкальского края одно из самых опасных в мире сооружений. В номере 3 от 12 февраля Новой Бурятии Александр Михайлов пишет о том, как депутаты Народного хорала Бурятии выступили за повышение зарплаты учителям республики. Но денег в республиканском бюджете для этого нет. В статье «Волшебные весы» на станции Наушки тот же автор рассказывает об огромных штрафах, которые в СЖД начисляют грузоотправителям пиломатериалов за перевес. Однако при отправке, например, на станции Заудинская никакого перевеса не обнаруживалось, не фиксируют перевесы ни таможенники, ни представителей соседней страны. В статье «Тир» на стадионе приглашает всех желающих. Идет речь о возможности для занятия пулевой стрельбой в Тире. Московский комсомоль из Бурятии читайте в свежем номере. Андрей Рыбаков. Земля раздора. Угроза сноса домов заставили улануденцев объявить голодовку. Беззаконие творилось под носом мэрии Улануден. Сергей Данилов. Талая воды. Пессимистический сценарий весеннего паводка в Улануде, под который попадает тысяча домов. Сагалгану посвящается не собака, а золото. Писатель Геннадий Башкоев обырят монгольском вулкодаве. Татьяна Никитина про погоду на работе. Сотрудница гидрометеослужбы заявила о ее преследовании на рабочем месте. Спасибо, это был обзор прессы. Давайте послушаем, что вы сегодня прочитали. Ну, смотрите, иногда бывает сложно, что-то такое выделить яркое. Иногда у нас, к сожалению, там, чаще, к сожалению, я говорю, что новости у нас чаще негативный характер несут. Ну, я вот, когда свое внимание обратил, может быть, она не самая первая, там, новость не на обложке, но вот про два предприятия, которые у нас... Ну, в Бурятии, да. Про состояние дел на Улан-де-Стальмоз, молоко Бурятии. Просто тема тут для меня, по крайней мере, близка. Я думаю, что она в целом такая же вытрепещущая, потому что промышленных... Ну, то есть мы-то все вроде строим супер-республику, я так понимаю, нам, по крайней мере, объявили. Мне очень трудно представить супер-республику без промышленности, со слабо развитым сельским хозяйством, без переработки продуктов, сельхозпродукций, да. Вот я недавно, даже буквально вчера посмотрел ролик, может, видели, у нас, по-моему, на Инфополе... А, нет, это где-то в социальных сетях, там 10 достижений вот при нынешнем руководителе страны. Там перечисляется, в том числе рекордный экспорт сельхозпродукций, допустим. Но на самом деле, как раз я об этом там в комментариях написал, что это-то как раз свидетельство того, что у нас большие проблемы, потому что, когда внутри страны растут цены на основные продукты питания и доходы населения никак за этим ростом не успевают, рапортовать о том, что у нас экспорт очень большой, да, сельхозпродукции, на самом деле, мне кажется, самоубийственны для власти, потому что это значит, мы, ребят, у вас хлеб забираем, отправляем за границу, на этом зарабатываем, а вы еще должны нас за это поблагодарить. И вот у нас тот же ООО «Молоко Бурятия», ведь там же проблемы, ну там целый ряд проблем возник, да, но с тем же закупом молока, потому что долги большие, там просто отчасти не повезло предприятию, потому что взяли в валюте кредит на эту линию «Тетропак», и в итоге после того, как доллар скакнул, у нас, ну, кредит-то доллара выполнили, в евро он был, ну, соответственно, начались проблемы. Ну, это-то все очень характерно в целом для республики, да и в целом для страны. Улан-Удас Стальмост, мы уже агонию наблюдаем на протяжении нескольких лет, и все попытки поднимать эту тему у нас, ну, как-то не очень, честно говоря, заканчивались, и для работников предприятия, потому что у нас там были тоже некоторые взаимодействия с ними. Спасибо, это был обзор прессы от Байры Циренова. Сергей, за что ваше внимание зацепилось? Ну, я сегодня, скажем так, изучил информполис, в принципе, вся газета практически посвящена наступающему празднику Сагалгана, вот, но, скажем так, вернемся к выборам, нас к ним готовят потихоньку, и вот здесь есть такая статья, посвященная референдуму, которая будет также 18 марта. Я считаю, что вот этот, как бы, референдум тоже подтверждает слабость... Референдум на пункте? Сейчас он называется у нас «Формирование комфортной городской среды». То есть, и должны будем прийти и проголосовать, какое там, в первую очередь, да, там, место мы хотим увидеть благоустроенным. Вот, ну, я считаю, что мы должны, во-первых, видеть все благоустроенное, весь город Илан-Удэй и всю республику Бурятия, а, во-вторых, ну, так зазывать на выборы, ну, я, опять же говорю, это подтверждение слабости кандидата от партии власти, да, вот, ну, и все. То есть, ну, в принципе, и так же здесь из газеты, если подчеркивать, есть там статья о 15-м министре, то есть у нас пришла власть, да, да, пришла власть, да, и вроде бы думали, что все будут, как бы, оптимизироваться, связаться с доходами, да, когда нет доходов, срезаются расходы, вот, ну, так везде, в принципе, а у нас, к сожалению, этого не происходит, и пока растут расходы, берутся новые министры, но я, как оптимист, надеюсь, что хоть что-то это повлияет на какое-то позитивное движение, потому что, ну, вроде бы, парень так в интервью послушал интересный, видение интересное, но у нас много было интересных проектов, и та же особо экономическая зона, но пока тоже никаких все-таки подписчиков не было. Это расширение, вот, просто добавить, буквально вчера у нас комитет был, знаете, у нас этот бизнес-амбудсмен, так называемый, да, или уполномоченный по делам бизнеса, он у нас на данный момент, то есть, единственный, в частности, у него нет штатных работников, точнее, незаложенного, сейчас предлагается вот тоже аппарат увеличить и назначать его исключительно решением главой. Ну, на мой взгляд, нет, как раз о чем и говорится, что у нас все-таки супер-республика, наверное, должна начаться где-то с оптимизации, потому что с увеличения расходов на исполнительную власть мы уже начинали 10 лет назад, и как-то супер-республики мы не получили, и сейчас, когда с того же самого начинают, как-то, да, не очень внушает это все оптимизм. Спасибо. Наталья, что бы вы порекомендовали сегодня прочитать? Я обращаюсь к Наталье Томурееву. Ну, вот мы сегодня, кстати, уже говорили о том, что о политтехнологиях нашего действующего президента, да, и кандидата в президенты, значит, и здесь вот как раз-таки статья про разгромку коррупционеров идет. Ну, тут красиво, конечно, все написано о том, что тут посадили, там посадили, то есть такие какие-то детальные посадки, но это почему-то происходит как раз-таки вот перед выборами. То есть народу действительно, я вообще согласна с автором, который пишет о том, что народу нужны хлеба и зрелища, и вот зрелища, вот они как бы нам сейчас вот, чтобы отвлечь от основных опять-таки проблемы о том, что у нас цены растут, о том, что у нас население нищает, да, о том, что у нас, значит, только 34% ВВП мы тратим на вооружение, из дня, а всего лишь 4% мы тратим на образование и здравоохранение. То есть от всего этого отвлечь людей и вот показать, что нет, мы же боремся с коррупцией. Вот как бы за этот. И еще у меня очень сильно, конечно, задела меня статья, которая вот как раз-таки про голодовку была самобольщиков, в кавычках самобольщиков, почему бы, но задела она меня в том плане, что люди молодцы, конечно, отстаивают свое, значит, право на частную собственность, да. Это нашумевшая история. Да, это нашумевшая история, просто я это к чему? Потому что я сейчас вот на данный момент тоже столкнулась с беспределом, который творится у нас в городе. Это, по-моему, ну, те, кто вот у меня в соцсетях есть, вы, кстати, тоже есть, да, вы читали о том, что, да, я занимаюсь тем, что пытаюсь признать свой дом аварийным. Наш дом 39-го года постройки, он, естественно, как бы мы, вернее, ждали капитального ремонта, когда капитальный ремонт начали делать, сделали крышу, когда сняли все, значит, эту старую крышу, оказалось, что у нас прогнили перекрытие, прогнили балки, то есть он на самом деле уже дом как бы вот-вот разрушится. Это дома на Пугачево, да? Да, на мясокомбинате, на Гармаево, да. Там вообще большая проблема. И самое-то, что как бы в том, что когда мы начали говорить, что тогда давайте переостанавливать, давайте уже что-то сейчас прямо решать, давайте мы его сейчас признаем аварийным, там мы будем искать способы расселения, значит, на меня начали давить и администрация города, и, значит, фонд капитального ремонта, что вот это все из-за вас, это ты такая рассекая, вот тут начала, значит, всю эту кампанию. Наталья, вы должны написать статью на эту кину. Давайте. И, в общем, и в конечном итоге нас, вот второй этаж из-за вас мерзнет, в конечном итоге мы дождались за того, когда снег уже 20 сантиметров выпал, и у людей потекли потолки. В общем, фонд капитального ремонта в конечном итоге крышу нам все-таки поставил. Теперь, значит, было заседание, вот как раз-таки, значит, межведомственной комиссией, у которой руководитель господин Машковский, значит, я присутствовал на этом заседании, причем мне позвонили, 7-го числа было заседание, мне позвонили 6-го вечера, это, видимо, вот точно тоже расчет на то, чтобы не смогли прийти, не смогли участвовать, причем, по моему же заявлению, значит, и дом аварийным не признали, значит, мотив, ну, мы сделали независимую экспертизу, то все как положено, согласно законодательству, мы все это сделали. А мотив там был такой, якобы, ну, крыш, что вам же сделали, то есть, чего ли он дом-то аварийный теперь. Вообще, я просто поражаюсь, потому что они там вот эти балки укрепили, эти гнилые балки укрепили как? Ну, вот эту гнилую балку прибили сверху еще одну балку, закрутили там вот этими, ну, у людей там теперь на втором этаже, я, слава богу, на первом этаже живу, на втором этаже, значит, у них там в потолке торчат штыри, то есть, это считается замечательным, это считается супер-республикой, да, видимо, это считается, что люди должны жить в таких домах. Спасибо, Наталья, ты души раздираешься. И теперь у меня это вот как бы зацепило. И теперь обзор прессы от Сырем Житом так говорится. Ну, вот я посмотрела газету «Московский комсомольец Бурятия», и тоже вот согласна с тем, что самое, наверное, такое яркое событие, вот прошедшие дни, это была голодовка генерального директора «Московского комсомольца Бурятия», и я, ну, здесь увидела статью с подробностями, почему все так произошло, почему именно на голодовку выходили люди. В этой ситуации, как бы, понятно, тут разные стороны. Статья называется «Земля раздора». «Земля раздора», да. И просто мне вот один вопрос возникает. Вообще в 2014 году люди приходили, чиновники из мэрии, почему они там процессы приостановили, пришли через 4 года и начали уже сносить, да, людей. Почему нельзя было это решить раньше каким-то меньшей кровью, и чтобы люди на голодовку не выходили. Ну, и тут дальше, на следующей странице, нас уже тут пугают потопом весенним, тут талые воды, что тут уже надо готовить лодки, кирзовые сапоги, там, резиновые и так далее. Я, кстати, недавно тоже разразился статьей по этому поводу. Ну, вот я хочу... Прямо мне такого не было, да? Хочу подержать, Наталью, в том, что у нас действительно очень-очень некомпетентное сейчас управление городским хозяйством идет, и, в общем-то, это большая проблема для улан-уденцев. И вот как бы вам не хотелось, Сергей, остановиться только на обзоре пресса, да, я хотела бы сказать о том, что вот большая политика, большая политика, Сирия, Украина, все понятно, там, президента выбираем, но хотелось бы, чтобы вот эти наши выборы, они принесли конкретный какой-то результат для тех, кто живет в Бурятии. И вот в связи с этим, я вот хотела бы обратить внимание коллег на 8 тысяч подписей, которые были собраны горожанами за отставку нынешнего мэра Голкова. И вот мне почему-то странно, что ни одна политическая партия, ни те люди, которые сейчас управляют городом, ни те, кто влияют на политические решения, вообще не высказались по этому поводу. Я не слышала ни мнения Цеденова по поводу этих 8 тысяч, ни мнения, извините меня, Мархаева, Матханова, ни чьих мнений я не слышала, да. Мы высказались на сайте, может, посмотрите. Ну, я обязательно посмотрю. На ГПР, высказывайте. Просто я к тому, что 8 тысяч, это не так уж и мало для нашего города, и как-то странно, чтобы... Можно, по-моему, там за несколько дней это сделать? Да, за несколько дней, за месяц, за три дня 8 тысяч, это очень много даже. На грядке это очень много. Я могу сказать, что на федеральном уровне это заметили, как это быстро и много голосов набрали. Я сейчас благодарна Сергею, что он меня поддерживает в этом моменте, да. Моя подпись там тоже есть, среди 8, и меня совершенно не устраивает, что никто вообще не среагировал на наше мнение. И вот в связи с этим я вообще готова вообще лично заняться организацией митинга в городе, да. Вот давайте как-то научимся слушать людей, которые живут в этом городе. Потому что у нас какое-то такое странное. Мы тут сами по себе, сами с собой разговариваем, сами себе подписи эти, видимо, оформляем. Власть у нас сама по себе. И, ну, поддержку от федерального штаба своего я получила. Это митинги-то сейчас тоже нельзя проводить. Ну, мы проведем тогда, но это можно. Сейчас такие выборы, которые будут эффективно проводить эти митинги, к сожалению, да. Ну, в любом случае, в любом случае, вот сейчас же начнется агитационный период, помимо газет, которые все будут раздавать, я думаю, все участники, да. А мы будем обязательно заполнять наказы для нашего кандидата. И хотим собрать подписи. Вот те люди, которые поставили 8 тысяч, и плюс еще к ним. Потому что, я думаю, что эту проблему надо выносить на федеральный уровень. Нужно как-то законодательно прописать механизм отзыва выборных людей. Потому что, вот, любого человека можно уволить. Можно уволить сапожника, врача, учителя, если он ненадлежащим образом выполняет свои служебные обязанности. Ну, почему-то, когда дело касается депутатов или там мэров, то терпите, ребята. Ну, вот, ну, 5 лет. Вы голосовали, вы терпите. Да, они дают. А мы же нам как-то же законодательную инициативу вносили вот по этому поводу. Потому что большинство... Большинство отказываются поддерживать, вводились, то есть, предлагались такие законодательные инициативы, чтобы можно было отзывать, ну, то есть, формула отзыва отказываются. Предлагаю завершить. Мне, Сергей Дорожь, мне кажется, вы сейчас виновник того, что у нас тут митинг чуть не образовались. Все, дали нам прессу, а там ничего хорошего. Но единственное, чтобы на чем-то хорошем тоже акцентировать, человек года информполис, мы неоднократно принимали участие. Вот, читая вот это, действительно, такая лучик станции. Про людей, смес, столько замечательных людей все-таки есть, да? Я только в поддержку того, что... Да, в мероприятии, спасибо большое. Представляю, что проблем хватает, но, несмотря на это, столько хороших людей у нас там, двое ребят, там, Роман и Александр, животных спасают просто так, по своей инициативе, там, в МЧС человек работает, который космонавтов учится, прошу там не проиграть и так далее. Столько замечательных людей у нас в республике, в стране. Спасибо. Вот они нам придают позитивы, хорошего настроения. Я хотел тоже высказаться по обзору прессы, но не буду этого делать, потому что времени совсем мало осталось. Давайте обсудим еще один вопрос, на мой взгляд, ну, такой самый главный на сегодняшний момент. Есть ли возможность второго тура? И что для этого, сколько каждому из кандидатов нужно набрать? Поскольку, ну, сложилась такая ситуация, это же не как вот на выборах в Госдуму, да? Когда вы голосуете. Я вот, например, раньше, ну, много лет назад, голосовал за Григория Явлинского. И, значит, голосуешь за Яблоко, за Явлинского, и в Госдуму эта партия не проходит, и твой голос, получается, пропадает, да? И приходится мне... Уходит в парламентским партиям. Уходит в парламентским партиям. И последние годы мне приходится голосовать вообще за КПРФ, получается. Вот сейчас такой ситуации нет. В принципе, любой голос, который не за Путина, идет как бы в копилку, да? Вот общую... В первом туре? Да, в первом туре антипутинскую. И здесь можно как бы кандидатам посоревноваться за второе место. Вот давайте это обсудим. Кто мог бы составить конкуренцию? Вообще, возможно ли второй тур? И кто бы мог составить конкуренцию? Владимиру Путину во втором туре, если он состоится. Давайте начнем вот с Сергея Дороша. Ну, второй тур, я думаю, возможен, если у нас явка будет высокая, на самом деле. Потому что есть доказанная прямая пропорциональность обратно. И чем больше приходят людей голосовать, тем у партии власти ниже, гораздо, то есть процент, гораздо ниже. То есть, если придет 70%, то не больше 40, они там не должны набрать. Но у нас, к сожалению, сейчас народ не хочет идти голосовать. Я думаю, что это тоже та же самая пропаганда, которая говорит, смысл идти голосовать, если все уже решено. То есть, да, там я столкнулся с этим же нам последних двух выборов, с тем же нашими, скажем, кто поддерживает ЛДПР, говорим, выходили голосовать, нет, а почему? А смысл? За меня все уже решили. То есть, это и есть такая проблема. Мы не собираемся агитировать, но я призываю прийти людей на выборы и отдать голос. То есть, я общаюсь с людьми, я езжу в районы, в поселки, в деревни, знаю, что большинство не согласны с тем, что сейчас происходит. И не могут быть такие потом, как у нас называются, кавказские проценты, которые мы видим. Ну, не может их просто быть. Народ не согласен. Не хотят так жить. Съездите на севера, там народ вообще, не знаю, не живет, а выживает. Ну, как они могут быть согласны с действующей ситуацией политической? Ну, не надеемся, если вы на то, что... Конечно, надеемся. Я считаю, что у меня другого мнения не может быть. Владимир Вольфович, а не единственный реальный кандидат на второй тур, потому что это единственный кандидат от парламентской партии, кто в этой партии состоит, является ее председателем. Владимир Вольфович, да, там политический пророк. Он знает, что нужно России. То есть, он 20 лет назад предсказывал, что будет сейчас происходить. Спасибо. Сергей, давайте обратимся к Байеру Циренову и заодно попросим его покороче, потому что да, вам тоже нужно высказаться. Коротко, сложно, но постараюсь. Что касается в целом избирательной кампании, она, я уже где-то в других местах об этом говорил, она, конечно, абсолютно срежиссированная Кремлем. То есть, те кандидаты, которые зарегистрированы, они зарегистрированы, грубо говоря, с позволения действующей власти. Это однозначно, и действующая власть таким образом расписывает сценарий. То есть, одни зарегистрированы по причине того, о чем я и говорил, что кандидаты от парламентских партий маловероятно, что могли бы быть не зарегистрированы, потому что это тяжелейший удар по легитимности выборов. Там не регистрация отдельных кандидатов, которые законодательно не могли бы быть, те про Навального, допустим. Это тоже осознанный шаг, и игра в призывы не идти на выборы, это тоже важная часть игры власти, потому что оппозиционный электорат, им важно, чтобы он не пришел действительно. То есть, у них задача не просто понизить явку, а понизить ее за счет оппозиционно настроенных людей. Ну и тоже разные кандидаты, на мой взгляд, играют на разные социальные группы, на разные типы, на классы и так далее. И я не говорю, что обязательно с ними договаривались, выдвинься или не выдвинься, но я уверен, что с позволения Кремля регистрировались кандидаты. И что касается второго тура. Второй тур абсолютно возможен, для этого уже сегодня достаточно серьезные предпосылки есть. Однозначно, что Грудинин займет второе место в этом, никаких сомнений быть не может. Но есть момент, что действительно, тут очень важно все-таки действительно оппозиционно настроенным кандидатам. То есть, я бы искренне хотел, чтобы наши оппоненты, так скажем, не от власти, набрали побольше голосов, потому что это автоматически и снижало бы количество голосов, отданных действующему президенту. Действительно, повышение явки в таком ключе, оно очень вредно для действующих властей. Спасибо, Баир. Наталья, скажите, а согласны ли вы с тем, что коллеги сейчас высказывались, и за кого вы будете голосовать во втором туре, если он состоится? Значит, да, я согласна с тем, что сегодняшняя власть делала все для того, чтобы люди на выборы не ходили. Это я уже об этом все говорю постоянно о том, что, допустим, если брать тоже думские выборы в 2016 году, когда вот у всех знакомых я спрашивал, кто голосовал за Днюю Россию, никто не голосовал. Тем не менее, процент был, понятно, что нарисованный. Просто люди, те, которые не ходят на выборы, они, конечно, действительно уже разочаровались в том, что выборы вообще в институте выборов, что выборы у нас на самом деле есть. Но здесь вот нужно сказать, что действительно нужно просто сесть и подумать о том, что стопроцентную явку, конечно, не бывает, но в смысле очень большую явку, очень трудно сфальсифицировать. Да, и поэтому здесь однозначно нужно пойти и проголосовать. Наталья, я не верю в Великобританию. Я не верю во второй тур. А, нет? Нет, я не думаю, что будет второй тур. А Григорий Алексеевич, он как бы изначально сказал, что понятно, что ему там нарисуют определенный процент. Но здесь мы идем на то, чтобы Владимиру Владимировичу все равно будет доложено, сколько бы он проголосовал. Чем больше людей проголосуют за Григория Алексеевича, тем все-таки Владимир Владимирович будет вынужден менять свою политику. Спасибо, Наталья. И завершит сегодня высказывание с Римжитом Тагарова. Ну, наверное, есть основания для таких мнений, что все срежиссировано, да. Но при этом, как бы, вот Баир даже предполагает второй тур. Я не думаю, что это было срежиссировано, да, режиссерами второй тур. Но, тем не менее, вы считаете, что вероятности его существуют. Можно нарушить тех, кто режиссур. Вот если он состоится, за кого проголосуют? Естественно, я буду за оппозиционного кандидата голосовать во втором туре. Оппозиционного кандидата? Ну, я не за партию власти, не тех, кто властен. Здесь все оппозиционеры, партия власти оппозиционеры. Да, и, в принципе, как бы, поскольку вы предполагаете второй тур, значит, не все срежиссировано. И много зависит от избирателей. Ну, в этом согласен. Давайте на это мы будем наставить. Господа, спасибо за участие в сегодняшней программе. На этом все время закончилось, к сожалению. Смотрите «Басаев Лайв» по средам с 7 до 8 вечера. Увидимся счастливо. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok